Павлодарские школьницы увлеклись изучением наследия бабушек. Они учатся рукодельничать, вкусно готовить, изучают обычаи и традиции казахского народа. В этом году в регионе выросла популярность проекта АКУ. После удачного дебюта фестиваля Токиа-фест многие девочки стали активно интересоваться народным промыслом. Ерба Лабишев расскажет. Участница проекта АКУ Алина Жумабек-Казы мастерски шьет тюбитейки. Юная ремесленница уже изучила дело и хочет идти дальше. Девочку интересуют тонкости, придение шерсти. Очень много секретов таит это древнее ремесло. Я внимательно прислушиваюсь к советам бабушек и всегда узнаю из бесед с ними много нового. Очень интересно слушать их жизненные истории и учиться национальному искусству. Проект АКУ доказал эффективность. Как и задумывалось, у детей проявился интерес к народному ремеслу. Познают его секреты в школьных кружках. Под свою опеку их взяли местные старожилы. Среди пожилых людей очень много ремесленников и рукодельниц. Они владеют многими секретами народного ремесла. Я как мастерица просто обязана передать свои знания и обучить молодежь. Наша миссия – передать бесценное наследие подрастающему поколению. Результаты работы за год участники проекта представили на региональном конкурсе Жюри и рядовые зрители высоко оценили старания детей. Такая форма работы очень стимулирует детей к познанию наследия предков. Важно, что старшее поколение охотно делится своими знаниями. Сейчас почти в каждой сельской школе работают творческие кружки. Я думаю, так будет правильно воспитывать патриотизм в наших детях. За три года проект АККУ показал внушительные результаты. 250 кружков народного творчества появились в сельских и городских школах. Больше 4000 детей увлеклись национальными ремеслами. Ербулавишев, Марат Игриков, Испаладара, 24КЗ.